SCP-1702. Французский рой. Класс объекта Евклид. Особые слои содержания. SCP-1702 содержится в специальном опечатанном ангаре в зоне содержания говноидов 06-3, оснащённом железобетонной конструкцией в виде сот. SCP-1702 ежедневно предоставляется помощь автоматизированной системе доставки 500 кг продуктов питания и минеральных добавок в соответствии с документом 1702-06. Для проведения экспериментов с SCP-1702 требуется предварительное разрешение, по крайней мере, двоих сотрудников научной службы с уровнем допуска 3. Прямой контакт с SCP-1702-1 допустим только под прямым надзором со стороны командования зоны. Сотрудники, входящие в область содержания SCP-1702, должны быть оснащены укреплёнными костюмами биологической защиты светлого цвета с оборудованием замкнутого цикла дыхания и содержать в карантине в течение не менее 6 часов после выхода из области. В случае агрессии со стороны SCP-1702, либо по усмотрению оперативного надзора, область содержания SCP-1702 заполняется дымом и весь персонал направляется непосредственно к ближайшему выходу. Сотрудники, которые не в состоянии выбраться до выхода, фактически потеряны безвозвратно и считаются погибшими при исполнении. Описание SCP-1702 представляет собой вид пчеловидных гуманоидов, состоящих из роя с одной фертильной маткой и несколькими сотнями стерильных рабочих. Особи SCP-1702 напоминают нормальных людей, однако имеют несколько заметных пчелиных частей тела, в том числе антенны на голове и хитиновую кожу вдоль спины и конечностей. Внутренняя физиология SCP-1702 аналогична человеческой, с исключением соединенной с желудком камеры, предназначенной для переработки ограниченного органического материала и минерального сырья, вещество, напоминающее человеческую кость, которое затем отрыгивается, используется в строительстве и ремонте улья. SCP-1702-1 является маткой, большой половозрелой самкой примерно 2,1 метра роста. Это единственный член SCP-1702, способный к размножению. Обычно она откладывает до 30 яиц в день. SCP-1702-1 очень умна, способна общаться с персоналом на ранее неизвестном диалекте французского, весьма склонна к сотрудничеству и является источником большинства знаний, полученных фондом о поведении SCP-1702 и механике роя. SCP-1702-2 – самцы, которые присутствуют только во время начала брачного периода, и были замечены только один раз за всё время содержания. Смотрите отчёт об инциденте 17.02-05. SCP-1702-2 лишь в минимальной степени умны и не отвечают на попытки сотрудников фонда к общению. В конце брачного периода все особи SCP-1702-2 были систематически изгнаны из роя или убиты. SCP-1702-3 – стерильные рабочие самки, в настоящее время примерно 340. В числе отвечают за строительство и очистку физической структуры улья, воспитание молоди, а также закормление, уборку, уход и стимуляцию яйца носки у матки. SCP-1702-3 очень умны и способны к решению сложных задач и логики, однако имеют рудиментарные голосовые связки и не отвечают на попытки общаться. SCP-1702-3 имеют срок жизни всего около пяти лет. SCP-1702 был впервые обнаружен в катакомбах Парижа в 1944 году членами французского сопротивления во время Второй мировой войны, которым удалось безопасно пробраться через улей SCP-1702, пожертвовав несколькими немецкими пленными. SCP-1702 снова был обнаружен в 1900 засекречено году, после чего команда содержания удалось убедить SCP-1702-1 добровольно отправиться в зону Биосодержания-63, ссылаясь на влияние урбанизации на окружающую среду и возможность быть обнаруженными. Неизвестно, было ли французскому правительству известно о существовании SCP-1702 в промежуточный период времени. Приложение 17.02-01. Примечание исследователя. Перевод с французского. SCP-1702-1 испытывает затруднения в общении. Помимо ее необычного диалекта, она также постоянно склонна к бессвязной речи и бреду. Я подозреваю, что это интоксикация, вызванная побочным эффектом феромона, воздействию которого она подвергается постоянно. Сама по себе SCP-1702-1 ничем, ничего не делает, а блуждает по улью и руководствуется помощью своих рабочих, когда необходимы яйца. Несмотря на эти проблемы, SCP-1702-1 является ценным ресурсом и предоставляет важные данные о себе и своем рои, а также я считаю, что она может счесть меня быть другом на данном этапе и смогу использовать это доверие. Доктор М. Коллетт. Старший исследователь. Приложение 1702-02. Примечание исследователя. Перевод с французского. Несмотря на большое число экспериментов, кажется, что SCP-1702 требуется минимум человеческого биологического материала для правильного воспроизводства. Попытка ограничения SCP-1702 строго нечеловеческим материалом привела к рождению нездоровых рабочих и вызвала значительные неудобства для улья в целом. По настоянию SCP-1702-1 и с одобрения смотрителей, SCP-1702 должна быть представлена новая диета, как указано в документе 1702-06, состоящая из не менее чем на 5% из человеческого биологического материала, получаемого из удалено и только в случае крайней необходимости у сотроненных сотрудников класса Д. Доктор М. Коллетт. Старший исследователь. Приложение 1702-03. Отчет об инциденте 1702-05. Дата засекречена. Во время контакта с участием четырех человек, включая Д. Коллетт и Д. Засекречена, SCP-1702-1, по имеющимся данным, вошла в состояние ясного рассудка и вдруг начала умолять сотрудников спасти ее от ее роя. Особи SCP-1702-3, ухаживающие за SCP-1702-1, начали проявлять агрессию, вследствие чего смотрители приняли решение о прекращении работы. Доктору Засекречена и агенту Засекречена удалось выбраться невредимыми, однако Д. Коллетт и агент Засекречена не смогли покинуть область содержания и впоследствии были признаны погибшими. Камера Агента Засекречена продолжала транслировать аудио-визуальные данные в течение примерно 2 минут и 17 секунд, прежде чем отключилась. На полученной записи видно, что SCP-1702-1 подвергалась нападению особей SCP-1702-3 и разодрана ими на части крича от боли. Приложение 17.02-04, отчет об инциденте 17.02-06. В течение примерно 35 дней после инцидента 17.02-05, SCP-1702 оставались в крайне агрессивном состоянии и препятствовали всем попыткам персонала войти в улей. После того, как SCP-1702 успокоились достаточно для безопасного входа, двое сотрудников, оснащенных оружием и броней, были направлены исследовать область содержания SCP-1702. Сотрудники сообщили, что они не только нашли SCP-1702-1, но и что матка на вид оказалась целой и невредимой. Видеозапись показывает, что нынешняя матка имеет точно такой же внешний вид поведения личности, как SCP-1702-1, и не помнит ничего о событиях инцидента 17.02-05. Приложение 17.02-05, примечание исследователя. Как и у пчел в природе, матка SCP-1702 является пленницей роя до тех пор, пока она совершенно и продуктивна, рабочие будут баловать и защищать ее, но как только она испортится, ее выбросит и заменит. Насколько нам известно, это не та же самая матка, просто замена, обработана в соответствии с совершенным идеалом роя. В образце тканей, который удалось раздобыть в команде содержания, обнаружилась ДНК доктора Коллетт, что только что подтверждает эту теорию. Доктор Засекречена, старший исследователь.